Внимание! Прямо по курсу спойлеры! Прямо по курсу спойлеры! Прямо по курсу спойлеры! А это японская версия игры с FM-звуковым модулем. Как видите, нам серьезно не повезло с музыкальным оформлением. Именно по этой причине мы будем играть в неофициальный перевод японской версии, сделанной командой SMS Power. Как один из ранних примеров локализации, в Фэнтези Стар были изменены и удалены некоторые диалоги. Имена были изменены и так далее. Так что перевод от команды SMS Power в разы превосходит по качеству официальную американскую локализацию. В игре Фэнтези Стар самый типичный для РПГ сюжет. Брат Олесии убит при попытке в одиночку одолеть Лашияка, злого тирана этой земли. И Олесии предстоит победить Лашияка. И хотя это не самая лучшая идея поболтать с имперскими солдатами прямо посреди улицы, но эй, давайте по-быстрому обсудим название игры. Я встречал в интернете людей, которые немного путаются из-за написания названия. Некоторые думают, что это что-то вроде японского причудливого перевода. Но оказывается не в этом дело. На самом деле написание букв в PH было достаточно распространено до начала двадцатого века. Слово Фэнтези происходит от греческого слова Фэнтэйзия. И даже сейчас есть слова, которые пишутся именно по-старому. Такие слова как Фантазм и Фантазмагория. Написание названия игры с буквами PH призвано придать некоторый архаический стиль игре. В конце концов это же фэнтези игра. Ну что ж, все стандартные РПГ элементы того времени на месте. Уровни, опыт, всякие характеристики, предметы, магия, деревни, магазины. Все это выглядит ну прям как Драгон Квест. Вы бродите, болтаете с NPC, которые дают вам подсказки о том, что нужно сделать первым делом. Еще есть космопорт неподалеку, но вы не можете туда пройти без пропуска. Хотя вы можете отправиться в соседний город. Фэнтези Стар необычна тем, что с самого начала игры есть три города неподалеку, которые вы можете посетить. Если вы зайдете во все магазины, то сможете найти достаточно хорошие доспехи и оружие, но пока вы не можете себе их позволить. Как только вы покинете стены, защищающие город, на вас рандомно будут нападать разные враги. Мухи в этой игре играют такую же роль, как и слизни в игре Драгон Квест. Бои такие же, как и в Драгон Квест. Пошаговые. Вы используете предметы, магию и физические атаки. Враги оставляют сундуки с деньгами внутри. Но вот серьезно, как может муха таскать с собой такой огромный сундук? Ну и конечно же, если вы отойдете подальше от стенгорда, то встретите пока еще слишком сильных для вас врагов. И как правило, сила рандомных врагов может зашкаливать совершенно неожиданно в Фэнтези Стар. Поначалу вам придется драться с летучей мышью, возвращаться в город, лечиться и снова драться, до тех пор, пока вы не заработаете несколько левелов и сможете купить хоть какое-то вооружение. В одном Фэнтези Стар и Драгон Квест совершенно не похожи. Это подземелья. Драгон Квест использует вид сверху вниз, тогда как Фэнтези Стар показывает олдскульные подземелья американского типа с видом от первого лица. Но черт побери, подземелья, вот где мощь приставки Мастер Систем видна во всей красе. В отличие от Deep Dungeon или Megami Tensei, передвижения по подземелью очень плавные, стены выглядят твердыми, освещение очень хорошее, и пол и потолок на расстоянии как будто уходят в темноту. Многие игры для Famicom безуспешно пытались создать вразумительные подземелья от первого лица, но именно Фэнтези Стар первая восьмибитная игра, которая с этим справилась. Ну да ладно, в данный момент вам нужно найти вашего компаньона, и вам давали подсказки, ведущие на другую планету. Но сначала вам придется найти пропуск, которым является дорогая секретная штука, продающаяся именно в этом магазине. После покупки пропуска вы сможете пройти мимо этих надоедливых охранников и добраться до космопорта. Ну и конечно же забраться в космический корабль. В этой солнечной системе есть три планеты, и они играют такую же роль как и континенты в Dragon Quest 2. Таким образом нам сразу доступен весь игровой мир. Ну и конечно же нам понадобится приобрести свой собственный корабль, чтобы добраться до последней планеты. В действительности же вы не управляете кораблем, он просто переносит вас между разными городами. Так что это больше как портал, а не лодка в Dragon Quest 2, которую вы можете сами управлять. Одной из самых сильных черт Fantasy Star является великолепный визуальный стиль. Портреты персонажей красивые, и диалоги между персонажами достаточно реалистичные. Это не такая же болтовня, как, ну знаете, в Legend of Zelda. В 1987 году персонажи в видеоиграх стали намного болтливее, особенно в RPG. В этих играх у вас много экранов текста. К сожалению, в этой игре раскрытие персонажей немного ограничено. Почти единственным местом, где персонажи разговаривают, это, к примеру, как здесь, когда вы знакомитесь с новым членом команды. После этого от персонажей почти ничего не слышно. Это странное молчание ваших главных персонажей иногда выглядит очень странно. Вот здесь, к примеру, я нашел Тайлона, он второй член команды. Он играет роль типичного силача с крутой короткой стрижкой. Но на самом деле у него хитпоинтов и силы гораздо меньше, чем у Мияо, говорящей кошки. Я уже отметил странное отсутствие диалогов в некоторых местах. Вот в этом моменте, к примеру, происходит ужасный и шокирующий случай. И абсолютно никто никак не реагирует на то, что Мияо убили. И последствий у этого события нет абсолютно никаких. Конечно же, это не Final Fantasy 7, когда кого-то там убивают. Так же, как и в первом Dragon Quest, последние подземелья находятся недалеко от начала игры. И вы можете туда пойти, но вы не сможете открыть эту проклятую дверь, пока не найдете Латса. И даже после этого вы еще должны достаточно много левелапаться. Фэнтези Старт перенимает кое-что у Ультима 3. И еще, я думаю, у Хошино Миро Хито. У вас в команде 4 человека, а не 3. Помимо потрясающей графики, в этой игре есть много отличных вещей. Иногда в игре просматривается почти сатирический юмор. К примеру, вот этот парень ворует пироги из подземелья. Целью каждого подземелья является квестовый предмет, или хотя бы вспомогательный, полезный предмет. Пирог нужно отнести правителю, который даст вам письмо, в котором приказывает Латсу присоединиться к вашей команде. Кстати, здесь мы, возможно, впервые в японских РПГ видим ложный бой, который мы автоматически проигрываем. Появляется вот этот вот кошмар и вырезает всю вашу команду. Но оказывается, что это был всего лишь сон. Или нет? Игровой мир достаточно разнообразен. Некоторые дери...